Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре часы компании Victorinox. И вы знаете, я уже заочно симпатизирую тем часам, потому что меня зовут Виктор. Рад представиться. Поэтому такой маленький субъективный момент. Victorinox на самом деле, друзья, компания, которая знаменита в первую очередь своими швейцарскими ножами. Это в основном складные мультитулы. Но у них есть, кстати, и кухонные модели. И чего у них вообще только нет сейчас. И рюкзаки, и там даже полно духи есть. Но последние лет 30 они выпускают также часы. Заметный, кстати, игрок на часовом рынке. Они не массовые, в принципе, да. Но его хорошо знают. И думаю, многие из вас, скорее всего, про Victorinox слышали. В целом, друзья, компании более 130 лет. И, что любопытно, до сих пор владеют потомки. То есть там был прадед, дед, отец. И вот сейчас сын руля. На самом деле принадлежит одной семье. Вы знаете, что в часовом деле это очень и очень ценится. Когда компания не просто какой-то бизнес, который перепродается, а держится в руках одних и тех же людей. Вот так, друзья, выглядит модель, о которой мы поговорим. Это Victorinox и Nex Professional Diver. То есть это часы профессиональные дайверы. Они соответствуют ISO 6425. Наверняка вы заметили, когда я их распаковывал. Вот такую вот штуку в комплекте. Друзья, это такой себе накладной силиконовый бампер. То есть так как часы, предположительно, будут иногда в очень суровых условиях, вы можете их защитить. Ну, вот они, в принципе, очень защищены. Мы, конечно, об этом поговорим. Но вы можете применить вот такой вот силиконовый бампер себе. Надеть. И он еще выступает в качестве... Не обращайте внимания на црапины. Это пленка с внутренней части. Еще и в качестве увеличительного стекла выступает. И мало того, что выступает... Я как сначала так-то и не понял, если честно. Оно удалимо. То есть это просто увеличительное стекло, которое можно вытащить и использовать, ну, в каких-то таких базовых целях. Может быть, бытовых даже. Ну, в любом случае, есть силиконовая накладочка дополнительная. Хотя часы, друзья, вообще позиционируются как эдакий... Ну, может быть, на аналоговый швейцарский ответ G-Shock. Очень устойчивые часы. Мало того, у них есть определенная серия тестов, которым подвергаются часы серии INEX. Это 130 тестов. Там и падение с 10-метровой высоты. И там их переезжают... Тяжелая строительная техника. В общем, масса таких тестов на выносливость. Часы INEX их проходят. Вообще, Виктория INEX гордится тем, что их часы очень крепкие. Массивные, друзья, часы на самом деле огромные. 45 миллиметров размер корпуса данных часов без защиты заводной головки. С заводной головкой примерно 50 миллиметров. И на каучуковом ремне они весят, друзья, 145 грамм. При том, что здесь кварцевый механизм. Очень тяжелый. Ну, понятно, тут очень массивный стальной корпус. Так как это профессиональный дайвер, он защищен на уровень, в данном случае, 200 метров или 20 атмосфер. И соответствует ISO 6425. На этом фоне у нас завинчивающаяся заводная головка. Защиту, я думаю, вы уже обратили внимание. Да, тут просто невероятная наплывчатая защита заводной головки. То есть, сломать, ну, это просто исключено. 5-6 витков, друзья. Два положения. Все как обычно. У нас здесь швейцарский кварцевый механизм, если не ошибаюсь, Ronda 715. Ну, в любом случае, это очень надежный, на самом деле, механизм. И, может быть, сначала кажется, ну, кварц, зачем? Но, с другой стороны, вы просто будете носить и не думать. Когда наступит момент разряда элемента питания, вы просто увидите по прыгающей секундной стрелке. Так, очень надежный механизм и очень дешевый при этом. То есть, даже если с ним что-то произойдет, что я, в принципе, мало в это верю, но если что-то с ним произойдет, заменить это довольно-таки недорого. Как и полагается, профессиональному дайверу есть вращающийся безель. Фактуру безеля, я думаю, вы уже успели осмотреть. Это шестиугольный безель, очень массивный, друзья. На самом деле, очень массивный, с нанесением, как видите, арабской разметки. 120 кликов, одонаправленно вращающийся, разумеется. И, как и положено, профессиональному дайверу есть люминесцентная метка, равно как и люм на стрелках и метках в целом по часам. И вот по люму я бы хотел остановиться ненадолго. Взгляните, друзья. Ну, понятно, нанесение есть везде, на стрелках, на метках, как видите. Посмотрите на размер метки на безеле. Ну, я, честно сказать, не помню таких крупных меток. Очень хорошо заметно. И еще обратите внимание на цветовой состав люма. То есть, минутная стрелка и метка по цвету совпадают, что, в принципе, логично, потому что при замерах отрезков времени как раз-таки минутная должна совпасть с люминесцентной меткой на безеле. Вообще, молодцы в этом плане. Хорошо обыграли. Ну, и плюс на секундной стрелке, разумеется, также имеется люминесцентное кольцо. Из усложнений есть дата. Окошко дата между 4 и 5 часами. Кстати, очень глубокое окошко. Ну, в целом, часы 14 миллиметров в толщину. И поэтому есть где разгуляться. По оформлению, да, как видите, это минимализм. То есть, метки, крупные стрелки и лишь надписи. Одна из которых антимагнитные часы. В принципе, кварза довольно устойчив к магнитным полям. Ну, и плюс они еще и защищены. А это, конечно, опять же, отлично. По ремню тут каучуковый ремень. Друзья, очень плотный каучук. Я не одну, наверное, тысячу каучуковых ремнишков перетрогал. Очень плотный, прям такой, знаете, деревянный. Ну, в принципе, под стать характеру данных часов. Очень такой маскулинный характер. Толстый, понятное дело, с некоторым расширением для того, чтобы в случае чего на дайверский костюм подходили. Ну, по бакле все просто. Обычно бакле с небольшой гравировкой бренда Victorinox. Задняя крышка, все минимум, но завинчивающаяся с служебной лишь информацией. По обработке я бы не сказал, что здесь что-то выдающееся. Все хорошо, кстати, сделано, но в таком, знаете, однородном типе. То есть это сатинирование крупное, потому что часы по-любому будут царапаться. Поэтому уже грамотно, уже отцарапали, да, отшлифовали. Но есть зеркальные вот такие вот фаски безеля скошенные. Ну, есть и есть. Плюс, да, используйте, когда надо, если хотите. Если понимаете, что будете в очень экстремальных условиях, взяли этот чехол, конечно, смотрится немножко, может, по-дурацки, но есть такая опция, поэтому применяйте кому-то. Давайте смотреть, как на запястье, друзья. У меня, напомню, некрупная рука 17 сантиметров в охвате, и часы, да, крупные, то есть 45 с заводной головкой под 50 миллиметров. Но хороший свес, за счет этого ложатся вот четко по запястью, и даже несмотря на то, что часы крупные, подходят и на мою руку, в принципе. У большинства из вас, скорее всего, руки больше, поэтому, ну, и ощущается, знаете, 145 грамм, при том, что это каучук и ремешок, прям, прям вот чувствуется. Такой Pro Diver от компании Victorinox. Друзья, если есть какие-то мысли по этому поводу, конечно же, пишите в комментариях вопросы, если есть, тоже постараюсь на них ответить. То они подписаны, можете подписаться и лайком поддержать меня. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok